Здравствуйте, уважаемые зрители! Это очередное видео из плейлиста Ритм-секция. И в нем мы рассмотрим творчество известного американского гитариста Чета Аткинса. Мистера Аткинса больше знает по его технике игры фингерстайл, но стоит отметить, что Чет был также хорошим аккомпаниатором. Поэтому мы как раз рассмотрим ритм-гитару в стиле Чета Аткинса. Перейдем к первой композиции. Здесь мы видим песню в размере 4 четвертых. И стоит отметить, что данный размер в основном будет присутствовать во всех примерах, приведенных в этом ролике. Здесь на каждую четверть приводится простой ритмический рисунок, который называется как «Обратный галоп». Послушаем, как он звучит. Видим, он состоит, по сути, из восьмушки, а дальше идут две шестнадцатые. Просчитать этот ритмический рисунок можно, если использовать ритмослов «умпопа», 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 «умпопа». А согласно системе Дат Академии, то это будет «тадими», 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 «тадими». Кто не знает, что это такое, то предлагаю посмотреть интересное видео. Здесь рассказывается про эту альтернативную систему счета музыкальных ритмов «Дат Академия», которые можно использовать вместе с классической системой счетов ритмов. Рассмотрим вторую композицию. Здесь мы видим, что, по сути, в одном такте используются два боя шестерки. На первую долю у нас две восьмушки, на вторую – четыре шестнадцатые. И, соответственно, такой рисунок повторяется на третью и на четвертую долю. По системе Дат Академии его можно просчитать как «такат Академии», «такат Академии», «такат Академии». Послушаем, как он звучит. В основном вся песня построена на этом ритмическом рисунке за небольшим исключением. Давайте посмотрим четырнадцатый и двенадцатый такт. Здесь мы видим, используется в четырнадцатом такте на первой половине две четверти, а во второй две восьмушки. И в двенадцатом точно так же. Этот ритм можно просчитать как «да», «да», «такатака», «да», «да», «такатака». Перейдем к третьей композиции. Это известная песня группы «Beatles Yesterday», на которую Чет сделал кавер. И здесь мы тоже видим довольно-таки простой ритм идет. В основном идет здесь ритм восьмыми, но иногда, как в этом случае, на первую долю такта приходит две четверти. Но при красивой гармонии даже такой самый незаварядный ритм тоже придает песне своего рода красоту. Следующая композиция. Она уже в размере три четверти. И здесь мы видим, что на первую долю приводятся две восьмушки. На вторую и третью приводятся две четвертные ноты. Но этот ритм довольно-таки контрастный, потому что, видим, на первой доле у нас такой интонационный проход, по сути, мотивчик из двух нот, которые играются на басовых струнах. А вот уже на второй и третьей доле мы здесь имеем аккорд трехзвучный в среднем и высоком регистре. По сути, этот ритм можно просчитать с помощью ритмослога «ум-ум-па-па», «ум-ум-па-па», «ум-ум-па-па». Я просчитал ровно, а на самом деле он немножко затриоленный, потому что здесь используется шафл, как видно, показано этим обозначением. Давайте послушаем, как он звучит. И в заключительном такте мы имеем пятизвучный аккорд и равен длительности половины ноты. Следующий ритм. Ну, я думаю, те, кто пытался разбирать какие-то композиции по табам, сразу же узнали здесь знакомый так называемый бас-аккорд. На первую и на третью долю играется бас, на вторую и на четвертую аккорд. То есть очень знакомый ритм, он известен как «ум-па-ум-па» или в народе его называют «гуцца-гуцца». Но опять-таки, в соответствии с кантри-стилем здесь используется затриолинос. Послушаем, как он звучит. Ум-па-ум-па-ум-па-ум-па. Видим шафл такой рисунок. И он встречается не один раз в композициях Чета Эткинса в аккомпанементе. Рассмотрим следующий ритмический рисунок. Это бой восьмыми, и он известен в народе как Моцарт. Сначала идет басовая нота, потом три раза звучит аккорд. Басовая нота, аккорд. Его можно просчитать ритмослугом «ум-па-па-па-ум-па-па». Отсюда и пошло и название, потому что у Моцарта есть и в одной из его известных композиций такой ритмический рисунок. Послушаем, как он звучит. Также интересен этот ритмический рисунок, только немножко в таком, скажем, более красивом варианте используется и в другой композиции. Здесь мы видим тоже идет бас, потом гармонический интервал, пятизвучный аккорд, четырезвучный аккорд, бас, интервал и аккорды идут. То есть получается, здесь как понарастающие, а потом немножко спадают. Также Чет Аткинс использовал арпеджио, которое мы называем переборами, бывает такое в народе, и такое слово есть, хотя не очень красивое. Мне больше нравится арпеджио. И вот давайте рассмотрим одну из композиций, где оно используется. Здесь мы видим, что имеем, по сути, арпеджио восьмерочка, так называемая. В такте у нас получается восемь восьмых, да, нот используется. И периодически здесь бывает семерочка. То есть на последней доле такта две восьмушки сливаются. Послушаем, как это будет звучать. И с двенадцатого такта тут будет плавно заступать партия соло. Рассмотрим следующий интересный ритмический рисунок. По сути, это тот же бас-аккорд, который мы рассмотрели выше. Единственное, что здесь нет примечания, что идет затриоленность. Но видим, что во второй половинке такта имеется здесь восьмая пауза. Прослушаем, как это изменяет немного ритм. Ну а в девятом такте и дальше, если посмотреть в восемнадцатом, здесь присутствует нотка. Как это будет звучать, тоже можно... И здесь также мы видим, что на первой доле, по сути, используется тот бой Моцарт, умпа-папа, который мы рассматривали выше. В тактах с тридцатого по тридцать второй у нас есть вставочки арпеджио. Ну и также фишечка на второй доле триолемии. Ну а в конце песни, наряду с различными арпеджио, мы также здесь имеем гармонические интервалы и соло. Еще одна интересная композиция. Здесь, видим, тоже используется шафл. По сути, она очень простая. В основном идет ритм четвертями. Но здесь интересно, что часто сменяются аккорды, поэтому исполнение этой песни требует определенной технической сноровки в левой руке. Послушаем, как она звучит. Ну а там, где ритм более подвижный, как видим, например, 22-го такта, здесь у нас используется вставочки соло. И давайте дальше рассмотрим простой аккомпанемент, который очень понравится тем, кто хочет осваивать стиль фингерстайл. Видно, что эти табы немножко отличаются от предыдущих, потому что у нас здесь есть две музыкальные линии. Первая, очень простая линия баса, то есть на первую и на третью долю у нас басовая нота. И вторая у нас музыкальная линия, это аккомпанемент, скажем так, аккордами, который здесь используется. И тут как раз очень интересно. По сути, это нестандартный бой четверка. Он начинается у нас второй доли. У нас имеется здесь, видим, восьмушечка. Потом у нас заступает четверть с точкой по длительности тоже, которая приравнивается трем восьмушкам. И как раз в этом промежутке времени она звучит, вот эта басовая нотка, то есть идет наложение. Ну и дальше эта фигура повторяется. У нас идет опять восьмая и опять у нас четверть с точкой. Только здесь оно разбито, как на восьмую и четвертную залеговано. По сути, даже можно разбить, как на бой двоечка. Восьмая и четверть с точкой. Но благодаря вот этим наслоениям с басовой линией, этот простой на вид аккомпанемент получает такой интересный, как бы, шарм. Давайте послушаем. Ну согласитесь, что как бы слышишь, что идут две линии. Ну и в конце рассмотрим очень простой бой телеска. И увидим, в каких вариантах его можно использовать. Фигура очень простая. На первую, на третью используются четвертные паузы, на вторую и на четвертую, то есть у нас звучит аккорд одну четверть. Единственное, что опять здесь используется затриолина. Послушаем. И, конечно же, может возникнуть вопрос. Почему этот простой бой здесь имеет место? Потому что другие инструменты имеют такую плотненькую партию, скажем так. Давайте глянем на банджо. Здесь она используется. Здесь используется ритм, который мы рассматривали выше. Ну и, конечно же, у нас есть и плотненькая партия ведущей гитары. Такая очень интересная. Используются залегованные ноты, аккорды, интервалы гармонические. Благодаря этому партия ритм-гитары, которую мы рассматривали, она просто как бы является поддержкой и хорошо звучит на фоне этих музыкальных инструментов. Дорогие зрители, для создания этого ролика мне пришлось затратить много времени и сил. Так что я надеюсь, вы оцените его по достоинству. Если не все как-то гладко сказано, то прошу прощения, потому что все-таки YouTube для меня хобби, а не работа. Я сюда только вкладываю, но ничего на данный момент не получаю. Я планирую рассмотреть аккомпанемент стиля Чита Аткинса и с другой точки зрения. Возможно, гармоническое согласование с партией ударных. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. Подписывайтесь на канал. Обязательно оставьте поддерживающий комментарий. Всего хорошего. До новых встреч на YouTube.